Лучшая защита – это нападение. С самого начала адвокаты сына Хорошавина выбирают активную тактику. Представителя у самого экс-губернатора нет. В юридических кругах изначально считают дело проигрышным. Сахалинский пример борьбы с коррупцией привлек внимание всей страны. Для некоторых правозащитников поучаствовать в этом процессе означает поставить жирный крест на своей карьере. Уважаемый суд, документы из Росреестра не поступили. Они поступили из Следственного комитета. Непонятно, на каком основании. Адвокаты не доверяют Следственному комитету, поэтому ходатайствовали, чтобы документы поступили непосредственно из Росреестра. Однако у суда подозрений в предвзятости следкома нет. В итоге документы поступили из Следственного комитета. Один из булыжников преткновения – защита и обвинения – столичная квартира на Ленинском проспекте семьи Хорошавинах. Кадастровая стоимость квартиры – 17 миллионов рублей. Однако по договору ее купили всего за один миллион. Впрочем, не нужно быть риэлтором, чтобы знать – на такие деньги в Москве невозможно приобрести даже комнату. Но адвокаты пытаются спасти недвижимость любым способом. Защита утверждает – жилье было приобретено сыном Ильей. Прокуратура оспаривает – сын на тот момент являлся студентом-очником и не мог себе позволить такую роскошь. Ваша честь, мы на главном этапе суда-то находимся. Я бы хотел понять, что с адвокатайством представителей за ответчиков. Наконец, слово предоставляют самому арестанту. В первую очередь Хорошавин жалуется на плохую связь. Затем напоминает о своих просьбах. Экс-губернатору необходим представитель. Судья объясняет – на этом этапе процесса ходатайства не принимаются. Градус тревожности повышается. Хорошавин обвиняет суд в предвзятости и требует отвода судьи. Арестанты пытаются заставить замолчать. Но тот то ли не слышит, то ли не желает слышать слов судьи. В итоге связь с Москвой прерывают. Допущенные судьей Лукшой очевидные процессуальные нарушения при рассмотрении настоящего дела дают основания полагать о его необъективности, небеспрестрачности и непрофессионализме. Сочетание этих данных с определенностью свидетельствует... Адвокаты продолжают гнуть свою линию. По их мнению, процесс больше напоминает расправу. А суд выступает как альтер-эго Следственного комитета. Наконец, прения начинаются. Защита открывает один из шести томов дела. Часы. Маленькая слабость экс-губернатора. Независимые эксперты оценили их в 602 миллиона рублей. Однако адвокаты утверждают, стоимость завышена. Кроме того, некоторые экземпляры продублированы. Позиция 51. Стоимость часов. Указано в виске прокурора 28 тысяч долларов. Те же самые часы под номером 133. Уважаемый суд. Указаны стоимостью 70 тысяч долларов. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же поигло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, Три. А стоимость той самой 30-ти миллионной ручки, по мнению тех же независимых экспертов, около 100 тысяч рублей. Однако этот факт уже мало кого волнует. Под занавес адвокаты вновь дают свою оценку всему происходящему. Через три с половиной часа после начала премии судья огласил решение удовлетворить иск в полном объеме. Имущество на сумму 1 миллиард и 100 миллионов отходит в казну государства. Защита экс-губернатора намерена в ближайшее время обжаловать это решение в Сахалинском областном суде. 21 мая, 21 мая. Сейчас мы сняли детство. Ой, это вы троите по-могу. Продолжение следует...